МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О главных происшествиях в области через объектив нашей камеры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три человека пострадали в ДТП в Макеевке. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Он до сих пор не пришел в сознание. Напомним, авария произошла в четверг на проспекте 250-летия Донбасса. Здесь столкнулись Хонда и Мкрафт-обус Мерседес. Подробности происшествия в следующем сюжете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все произошло около двух часов дня. По информации ГАИ, автомобиль Хонда двигался в сторону Донецка. В районе остановки Западная выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом. Водители пассажира автомобиля Хонда получили телесные повреждения, были доставлены в больницу. А также пассажир Мерседеса получил телесные повреждения, тоже был доставлен в больницу. В дальнейшем будет проводиться проверка по данному факту дорожно-транспортного происшествия. Денис Громов в момент аварии находился в микроавтобусе. Говорит, скорость, с которой ехала Хонда, была большой. Легковой автомобиль просто вылетел на них. Точно было больше 100 км в час. Они у нас врезались, они взлетели в воздух и от земли оторвались метра на полтора. И их в воздухе перед нами вот так перекрутило полностью. Они сделали полный поворот машина, сделала в воздухе и упали сбоку у нас. Вот когда они упали сбоку у нас, видимо, в этот момент выбросило водителя, пассажира из машины, Хонда. Водителя и пассажира Хонды сразу отправили в реанимацию. Дениса Громова госпитализировали в отделении нейрохирургии. У него стрясение головного мозга, ушибы шейного отдела позвоночника, плечевого сустава, грудной клетки. В больнице он пробудет ближайшие две недели. Состояние пассажира, ехавшего в Хонде, медики оценивают, как тяжелое. Травматические поражения головного мозга с отягами кровозлияния, кровозлияния, ушиба, перелом кости свода черепа, перелом шейного отдела позвоночника, травма органов брюшной полости, по поводу чего был оперирован с большой кровопотери. Наверняка предстоит еще оперативное вмешательство по поводу патологии шейного отдела позвоночника. А вот водитель Хонды до сих пор в коме. По словам медиков, положительные сдвиги в состоянии больного уже есть, но делать какие-то прогнозы пока рано. На данный момент диагноз диффузное акциональное повреждение, ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб ствола. На фоне терапии, в общем-то, состояние остается его тяжелым, но надежды, в общем-то, есть всегда. То есть, хоть какую-то минимальную динамику мы получаем. То есть, удалось восстановить уровень достаточно нормального мозгового кровотока. То есть, есть возможность, ну, боремся, боремся. По данным ГАИ, с начала года в Макеевке произошло 52 ДТП, в которых 4 человека погибли, 60 ранены. В Макеевке водитель-нарушитель сбил госавтоинспектора. По информации ГАИ, патруль остановил мужчину, который проехал на красный сигнал светофора. Тот оказал сопротивление и, пытаясь скрыться, наехал на инспектора. Сам водитель заверяет, ничего не нарушал и никого не сбивал. Сотрудник ГАИ сам упал на капот его машины. В конфликте разбирались журналисты камеры. Все произошло около 12 часов дня на улице Ленина. Здесь сотрудники ГАИ остановили водителя, который проехал на красный сигнал светофора. По словам инспекторов, они попросили нарушителя выйти из машины и показать документы. Вместо этого водитель попытался уехать. У водителя другая версия утверждает, он ничего не нарушал и инспектора не сбивал. Когда достал водительское удостоверение и техпаспорт, сотрудники ГАИ вырвали документы из рук. Я начал показывать из окна водительское удостоверение. Он выхватил водительское удостоверение и техпаспорт на машину. Когда я начал сдавать назад, он говорит, куда ты собрался? Я говорю, я еду в ГАИ, ходите, можете сопровождать к начальнику ГАИ. Выдернули у меня документы из рук. Я остановился, он просто упал на машину с криком, а, типа я его сбил. Меня вытащили из машины, посадили в машину, инспектор ГАИ меня ударил. Слова водителя подтверждает Анна. В этот момент девушка находилась в машине Евгения. Говорит, инспекторы ГАИ вели себя грубо и не стеснялись в выражениях. Он сказал им, я еду в ГАИ, сопровождайте, раз вы меня забрали. Они выхватили просто у него документы. Тот встал, вот так вот. Женя начал выворачивать. Он упал, как будто его просто сбили, я не знаю, убили прям на месте. Все, поднялись вместе с матами, с криками, с дичайшими, вырвали его с машины, вытащили, затащили в свою. Все происходящее зафиксировала камера наблюдения, установленная в одном из магазинов. Это видео, по словам начальника ГАИ Макеевки, поможет разобраться, кто прав, а кто виноват. Мы пересмотрели видеозапись, которая установлена в магазине. Там явно видно, как автомобиль «Ланос» сбивает сотрудника дорожного патруна службы. Предварительный диагноз, который медики поставили сотруднику ГАИ, ушиб голени. Расследованием дела сейчас занимаются сотрудники милиции. В Донецкой области сотрудники милиции избили и похитили человека. Так они пытались помочь знакомым решить семейный конфликт. Как сообщили в областную прокуратуре, мужчину посадили в машину и вывезли на трассу Донецк-Запорожье. Позже пострадавшего нашли здесь мертвым. По заключению судмедэкспертов, умер мужчина от травм, полученных в результате ДТП. Как сотрудники милиции сбивают мужчину и увозят на своей машине, видела Валентина Тритенко. Женщина живет по соседству, говорит, вечером услышала крики. Когда вышла на улицу, увидела, как пятеро мужчин в масках и с оружием в руках избивают соседа. Мы наручники надели на пол, на землю ткнули. Думаю, может, там какие-то просто таксисты проехали разборки. Ну, как это, пацана схватили ни за что, ни за что. Подбежала, они в масках. Кричат быстро, разошлись мы с милицией. Ну, пацаны все поразбегались, а я за машину спряталась и дальше. Потому что отец же стоял. Отец это все видел. И мать подбежала. Мать подбежала уже, когда в машину его посадили. Начала кричать, ребята, да за что вы, да что-то выпустите, да пожалуйста. Они ее оттолкнули и на машину въехали. Позже 41-летнего мужчину нашли на трассе мертвым. Родители убитого обратились с заявлением в милицию. В этот же день правоохранители задержали людей, которые увезли мужчину на машине. Четверо из них – сотрудники милиции. В органах внутренних дел меньше года. Двое из них занимаются в клубе стритбола. В принципе, где двое из них как раз и были одеты в черную одежду. Также же использовали вот эти автоматы, которые были указаны в информации. Это стритбольные автоматы, принадлежащие им, которыми они тренируются. По словам задержанных, к ним за помощью обратился знакомый. Он попросил помочь усмирить кума, который бьет и угрожает своей жене. На переговоры с семейным тираном отправились в Питером. Начался конфликт, переросший в обоюдное нанесение телесных повреждений. Непосредственно сотрудники находились в машине. Когда потерпевший бросился на машину, начал стучать по машине. Тогда уже вышли сотрудники. Превысив свои полномочия, его ограничили действия, посадили в машину. По информации Юрия Седнева, мужчину собирались отвезти в Донецк к жене. Однако по дороге он вел себя агрессивно. Когда машина остановилась на трассе, вышел из салона и пошел домой. Здесь же через несколько часов его нашли мертвым. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть его наступила вследствие сочетанного травмы тела. И все телесные повреждения, полученные им, они характерны именно для ДТП. В ходе следствия установлено, что в настоящее время установлено, что тот автомобиль, которым пользовались наши виновные лица, на нем каких-либо повреждений, которые бы указывали на факт ДТП, не имеет. Автомобиль, сбивший потерпевшего, сейчас разыскивают. Сотрудники милиции, вывезшие мужчину, арестованы. За злоупотребление служебным положением им грозит от трех до восьми лет лишения свободы. В Донецке задержаны школьники, нападавшие на женщин, сообщают в пресс-службе милиции. За два месяца подростки ограбили пять человек. Их жертвами становились женщины, у них несовершеннолетние отбирали сумки и убегали. Возраст подозреваемых от 14 до 16 лет. Что толкало школьников на преступления в репортаже камеры? У меня было тысяча гривен в сумочке. Ну просто я как не ожидала, собственно говоря. Вот я шла, мне нужно было отдать долг. Я мужа похоронила два года назад. Мне нужно было отдать долг людям. Было около восьми часов вечера. Валентина Варшавина возвращалась с работы домой. То, что за ней следом кто-то идет, женщина слышала, но значения не придала. Как только свернула в темный проулок, почувствовала резкий толчок сзади. Сзади меня шли медленным шагом пятеро подростков. Один из подростков отделился от толпы и догнал, ну как в след меня побежал, резко побежал и толкнул в спину. Я, ну от неожиданности, конечно, от усталости, это вечером было, вот, упала. Вот, ну они вырвали сумку из рук, прям вот ручки только в руках остались. Вот, и побежали. Женщина сразу набрала 102. Выехавший на место патруль задержал крабителей по горячим следам. Автопатруль направился на место происшествия, где были обнаружены пятеро, впоследствии чего двое из них были задержаны и доставлены в Кировский район. На следующий день трое фигурантов, причастных к преступлению, были задержаны. Крупа лиц, несовершеннолетних преступников в возрасте от 14 до 16 лет, которые являлись дети из неблагополучных семей, ученики 8-9 класса школы. Выяснилось, что это не первое нападение подростков на прохожих. До этого, по информации правоохранителей, подростки ограбили еще четверых. Во всех случаях сначала шли за своей жертвой. В темном безлюдном переулке нападали, вырывали сумку и убегали. Отбегали на безопасное расстояние, где стали, останавливались и осматривали содержимое сумок. Забирали оттуда ценные вещи, после чего остальное имущество выбрасывали. Часть похищенного была изъята у указанных лиц, часть в ходе проведения следственного эксперимента с данными лицами. Один из преступников ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. По словам задержанных, идея нападения каждый раз возникала спонтанно. Украденные деньги тратили на конфеты и компьютерные клубы. Вы разошли, наверное, какие-то, возникали у вас планы, чем заниматься? Какие планы? Пойти нам попрыгать. Там я предложил пойти в сумки взять. А чем это обосновывается? Вас не хватает на проживание, следствия? Почему так пройдет? Деньги надо будет. Сейчас подростков проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Всего, по информации правоохранителей, с начала года в Донецке совершено более 100 грабежей. В каждом втором случае объектом посягательства преступников была женская сумка. Чтобы не стать очередной жертвой преступников, милиции советуют избегать темных безлюдных мест. А если приходится поздно возвращаться домой, просить, чтобы кто-то встретил. В Донецке без вести пропала школьница. Ее ищут уже второй месяц. По информации правоохранителя, девушка ушла с уроков. Больше ее никто не видел. Мобильный телефон не отвечает. По данным областного управления внутренних дел, в регионе ежегодно пропадают около тысячи детей. Большинство из них возвращают в семьи в течение суток. Некоторых приходится искать месяцами. Куда и почему уходит несовершеннолетний и можно ли этому помешать в сюжете камеры? Мы сбились просто с ног. Если она меня слышит, Настя, если ты меня слышишь, приди домой, пожалуйста. Я очень прошу. Последний раз свою 17-летнюю дочь Виктория Концедал видела 25 февраля. Утром Настя ушла в школу. Домой уже не вернулась. Все личные вещи школьницы остались на месте. Позвонила мне в два часа дня и сказала, что она остается убирать в школе. Я ее, понятно, жду, жду. Но там максимальное время, будет до четырех уроков, пять. Я думаю, что должна быть. Шесть ее нет. Я пишу сообщение классному руководителю. Классный руководитель меня перезванивает. Я говорю, Настя нет дома. Она говорит, что она после второго урока ушла и больше ее не было. Виктория признается, ссоры с дочерью случались. В основном из-за нежелания девочке учиться. Но накануне исчезновения Насте никаких конфликтов не было. Почему она ушла, мать не знает. Человек эгоист просто, наверное. Наверное, думает только о себе. Она все время уходила. Вот когда ей вздумается, она уходит. Она потом приходит, я, Настя, говорю, ты мне объясни, почему так получается. Она говорит, мам, мне честно, я не знаю. Вот мне просто вот так бамс и все, что переклинило и пошло. По факту исчезновения школьницы милиция открыла уголовное производство. Правоохранители просили всех друзей, знакомых и родственников девочки. Но безуспешно. Один раз она появлялась у своих знакомых в том же Червоногордейском районе города Макеевки. И после того никто ее не видел. Значит, ориентированная общественность. Ее ориентировки есть и на сайте МВД, ГОМВД Украины в Донецкой области. Помогают нам и волонтеры Содружества детей с ее розыском. Просьба всех откликнуться, кто видел, кто знает эту девочку. По данным правоохранителей, 85% пропавших детей удается найти в течение суток. Как правило, подростки сами уходят из дома. Одни из-за ссор с родителями. Других на этот шаг подталкивают друзья. Есть и те, кто оставляет дом в поисках любви. Так, неделю назад в Славянске пропала школьница. Как оказалось, девушка уехала к молодому человеку, с которым познакомилась по телефону. Парень оказался довольно трезвомыслящим, когда узнал, что девочке не исполнилось еще 18 лет. И дал ей возможность переночевать у своих знакомых, а после попросил ее ехать домой. Однако девочка побоялась ехать домой и ночевала несколько дней у своей подруги. По словам правоохранителя, оказавшись на улице, дети могут пойти на кражу или грабеж. Или сами стать жертвами преступников. В том, что подростки уходят из дома, виноваты сами родители, уверен психолог Виталий Лунев. Говорит, такой поступок для подростков – это крик о помощи и попытка разорвать болезненные отношения. Таким образом, подросток пытается разрушить какую-то связь или зависимость, которая является для него не очень приятной, отягощающей, болезненной. И вот где-то в этом есть поиск свободы, желание ощутить некоторую свободу. Но, скорее всего, это не просто какой-то элементарный бунт, а это несогласие с тем, как к нему относятся. Это просто уже абсолютно явный показатель тому, что ему плохо, больно и некомфортно. Желание уйти из дома, уверен психолог, как правило, не возникает спонтанно. Чтобы этого не произошло, советую чаще общаться с детьми, окружать их заботой и вниманием. Если в семье ребенок будет чувствовать себя комфортно, он никогда не променяет дом на улицу. По данным областного управления внутренних дел, в этом году сотрудники милиции отыскали и вернули в семьи более ста пропавших детей. Мать маленького подкидыша из Мариуполя найдена. Ей оказалась 32-летняя местная жительница. Напомним, неделю назад в милицию обратилась пенсионерка. Она рассказала, что приютила молодую женщину с ребенком. На следующий день девушка исчезла. Ребенка забрали на обследование в больницу, после доставили в приют. Раздетый, грязный, с овшами. Таким поступил мальчик подкидыш в детскую больницу. По словам медиков, сейчас ребенок чувствует себя хорошо. По оценке врачей, ему около трех лет. Но говорить не может. Очень замкнутый, часто капризничает. Успокаивается только, когда его берут на руки. Мы его здесь отмыли, переодели, подстригли, обработали. Очень завшивленный был. Ужасно было. Как говорится, живые кони бегали. В полном смысле слова. Он не привык ни к копейке, ни к ласке. Говорить он не может. Мы очень долго подбирали имя. Как же его все-таки зовут? Ведь никто не знает. И на какое любое имя все перечислили. У него был один ответ – нет. Ну вот остановились на Никиту. На Никиту вроде бы как отзывается более-менее. Мальчика на руках у молодой женщины видели жильцы этого дома. Говорят, и несколько дней подряд девушка с ребенком приходила сюда и просила поесть. Ну мы что можем, то и даем. Соседка напротив, и я. И мы всегда ее подкармливаем. А этот дедушка вышел вечером за газетой. Это было в полседьмого или в шесть. Она сидит прямо на цементе и дитю на руках. Ну я не могу. У меня сердце слабое, я ее забрала к себе. Пенсионерам женщина представилась Катей. Рассказала, что на улице оказалась после ссоры с матерью, которая, будучи пьяной, выгнала ее из дома. Пожилые люди накормили девушку с ребенком и уложили спать. Утром гостья сказала, что пойдет за вещами для ребенка. Но так и не вернулась. Лидия Даниловна вызвала милицию. Она всегда за дедем дрожала. Всегда его на руках носите, покормите, всегда все ему даст. Деде хорошо, как говорится, чистенько одета. Она всегда чисто одетая была. Хоть не новая такая, знаете, но чистенькая. А где она, что с ней? Она говорила, мама пьяная. Может, там что-то дома случилось. Как оказалось, девушка не мать, а тетя подкидыша. Самой родительнице 32 года. Говорит, за сыном присматривала ее сестра. Десять дней назад она взяла мальчика и исчезла. Почему не бросилась искать малыша, объяснить правоохранителям, женщина так и не смогла. В отношении нее открыто уголовное производство за злостное неуполнение родительских обязанностей. Для начала штраф. Будет составлен административный протокол по статье 184 Кодексу Украины об административных правонарушениях за невыполнение своих функциональных обязанностей по воспитанию ребенка. Что выреза в том, что она оставила последнего ребенка у неизвестных ей людей. А далее будем разбираться. Помимо трехлетнего сына у женщины еще двое детей. Их сотрудники милиции забрали из семьи и отправили на обследование в больницу. Теперь матери вернут малышей только когда выяснят, как живет семья и почему никто не забил тревогу, когда пропал ребенок. Убийство президента Конгресса азербайджанцев заказное. На скамье подсудимых только исполнители. Об этом на очередном заседании суда заявили родственники погибшего. Напомним, Игбала Махмудова расстреляли 9 мая прошлого года, когда он выходил из машины. В подозрении убийства были задержаны 4 человека. По материалам следствия, вину за организацию убийства взял на себя подсудимый Захид Ахмадов. На такой шаг пошел, так как считал, что Игбал Махмудов ущемляет права азербайджанцев и не выполняет финансовых обязательств. Родственники убитого утверждают, претензий к деятельности президента Конгресса азербайджанцев ни у кого не было. Говорили, что личная неприязнь и людям не нравится, как Игбал ведет свою деятельность, в частности Захиду. Выясняется совершенно другое. Захид не являлся членом Конгресса и он не мог знать, как ведет свою деятельность в Игбал. У милиции Донецкой области новый начальник. Им стал Роман Романов. Сегодня его представил личному составу первый заместитель министра внутренних дел Виктор Дубовик. Роман Романов в органах внутренних дел больше 20 лет. Начинал с должности милиционера патрульно-постовой службы, был оперуполномоченным уголовного розыска и отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Занимал должность заместителя начальника Донецкой милиции и областного управления внутренних дел. Те задачи, которые стоят перед Донецкой милицией, задачи, которые ставит президент, задачи, которые ставит министр, будут с честью выполнены Донецкой милицией. И я приму все усилия и сделаю все для того, чтобы с честью все было выполнено. И ту планку, которую Виктор Борисович, как сегодня звучало, в профессиональном уровне установил, она только повышалась. Больше информации о событиях в области и стране читайте на нашем портале union.ua. Здесь вы сможете не только посмотреть программы, но и узнать самые свежие новости. Будьте в курсе последних событий с информационным порталом union.ua. А если вы хотите, чтобы о происшествии, очевидцем которого вы стали, узнали все, или у вас есть интересная тема для нашей передачи, пишите нам на электронный адрес camera.union.tv.gmail.com или звоните по телефону 095-295-1989. Это были главные события минувших 7 дней. Я с вами прощаюсь. Пусть в объектив вашей камеры попадают только приятные события. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова